Так, Соня и Саша подключились, да? Мы вас немножко потеряли, отлично, супер, все отметила. Итак, нам нужно такой, он или бордовый, или коричневый, да, это будет ножка. Ножка это основание вот этого листика, оно на самом, вот очень хороший у МИИ цвет, прекрасный выбор, да, у Анечки прекрасный выбор. И, конечно, нам нужно несколько оттенков зеленого, темный и светлый, вот я беру, но это слишком холодный. Такой болотный, знаете, как болотный выглядит, как болото, такой вот зеленый, у меня это номер 130, но попробуйте по цвету сами подобрать. И, конечно, светло-зеленый, вот он у меня такой салатовенький, салатовый, для того, чтобы обозначить цвет. Вот у меня три карандаша, хороший, хороший цвет, да, посмотрите, такой бордовый, да, вот у Кейлани очень хорошая подборка, да, Кейлани. Вот я вижу на конце он прям сильно фиолетовый, может быть слишком фиолетовый, должен быть ближе к красному, да, если вдруг, когда будешь раскрашивать, обрати внимание. Да, они вот очень хорошие цветы. Итак, кто подобрал, покажите мне три цвета. If you are done, show me three colors. Окей, Лиза, прекрасная подборочка. Анечка, есть посветлее такой, больше салатовый, самый светлый, ближе к салатовому подбери. Давайте посмотрим Мия Никита, так, смотрим у Сони. Сони, да, Сонь, вот этот не вижу, он какой у тебя, фиолетовый или бордовый, или... Ага, вижу, ближе к фиолетовому тоже, Сонь, если сильно фиолетовый, подбери ближе к красному, да, чтобы он такой ближе к красненькому был. Очень близко, да, да, Анют, очень все классно, салатовый, как нужно. Так, ой, Викуля, ты прям цвет в цвет подобрала, да, прям супер. Итак, мы начинаем с самого темного, мы всегда начинаем с самого темного, убедитесь, что он тоненький, да, убедитесь, что он тоненький. Ну, не сильно тоненький, все-таки акварельные карандаши, они тонко не точатся. Не забудьте положить под руку какую-то бумажку, помните, да, помните, обязательно бумажку подложите под ручку. И бумажку, да? Так, вот я, смотрите, сейчас дочке тоже помогу, обязательно бумажку под ручку надо положить, иначе вашу красотищу вы разотрете. Вот таким вот образом. Ну, и мы поехали. Итак, из основания, из самого низа ножки наш красивый цветочек будет расти вверх. Сейчас я покажу, поближе сделаю, приближу. Для того, чтобы он был ботанически правильный, да, вот прям вот как ботанически. Вот у меня вот эта ножка, я очень аккуратно, центр, центр цвета, вот листочек, да, смотрите, центр листочка я провожу вот этим красненьким. Только внизу в центре. Только внизу в центре. Еще раз, вот я беру какой-то листочек, вот беру какой-то листочек, и внизу провожу немножко так у основания, чтобы потолще, и вот так вот, шик, кверху красненьким. Еще раз, еще один листочек у основания. У меня он такой красно-фиолетовый, но ближе к красному, ребят, можно коричневый взять. Главное, чтобы не фиолетовый. Да, Виктор? Докуда мы до листочка? Докуда? Очень хороший вопрос, спасибо. Где-то до серединки листочка, да, выше середины листочка не перемещаемся. То есть это снизу до середины листа. Очень правильный вопрос, спасибо. Так, и у основания можно потолще. И мы не раскрашиваем, а проводим линию. Смотрите, я не раскрашиваю так каля-маля, а я просто раз линию провожу, раз, 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 вот так вот, линию провожу, да, не раскрашиваем, а проводим линию. Тогда ваша линия будет ровненькая. Вот так. У меня есть еще один листочек. Да, да, Анечка, все правильно, да. Ань, когда ты до середины листочка проводишь, смотри, ты давишь, давишь, давишь и остановилась, да. Ой, смотри, вот, давишь, давишь и остановилась. Анют, попробуй вот так. Никит, шикарный цвет. Никит, ты прям номер подобрал правильно. Анют, ты давишь, 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 а потом слабже, слабже и вот так. Видишь разницу между линией, которая закончилась и линией, которая стала светлее, светлее, светлее? Вот это красиво смотрится. Попробуй такой эффект. Да, Никит, хороший номер, хороший. Попробуйте вот этот эффект, когда вы давите и потом ослабляете давление. Да, Анют? Вверх, exactly. Да, вот сейчас очень хорошо. Было давление и ослабило. Умничка, очень хорошо. Викуля тоже давление и ослабила. Посмотри, вот видишь, давление, а потом ослабило как бы. Мы не просто прерываемся. Ну и сейчас мы будем переходить в цвет. То есть мы сделали основание, да? У нас основание есть. Ой, у меня еще один листочек. Да, Викуль, какой вопрос? А я правильно линию делала? Да, очень хорошо. Сделала очень правильно. Старайтесь линию делать ровнее. Да, Анют? У меня зуб шатается. У тебя зуб шатается. Тут, наверное, у всех зуб шатается. В этом классе, в этой возрастной группе у всех зуб шатается. У кого-то два. У кого-то два. Итак, давайте продолжим. Я беру темный-зеленый. Я беру темный-зеленый. Что значит? Ноль, Никит, не поняла. А у кого-то ноль шатается. Поняла. Никита у нас чуть постарше. Да, правильно. И Соня, и Анюта взяла. Кейлани, темный-зеленый. У тебя, мне кажется, как будто светленький. Да, нет. Он тут темный, да? Просто здесь кажется светлым. Да, Викуль, какой вопрос? Значит, для тех, кто не закончил красную линию, мы прерываемся, даже если вы не закончили. Потому что вы поняли принцип, вы знаете, как это делать. Правильно, Никита и Мия правильно цвет подобрали. Очень хороший цвет. Good, very good. Кто красной линии не закончил, то прерываемся и переходим к следующему этапу. Потому что красной линии вы можете закончить и потом самостоятельно. Итак, темно-зеленым цветом, он должен быть болотный. Мы делаем весь контур очень аккуратненько, так, чтобы не было карандаша видно, да? Мы делаем контур темно-зеленым, таким образом, чтобы карандаша не было видно. И идем ровно по контуру. Да, Никит, прекрасный цвет, хороший. У меня цвет 130, но этот тоже хороший. У меня цвет 130, он такой более болотный, да? Но этот тоже хороший. У тебя правильный цвет, у тебя другая марка карандаша, у тебя правильный цвет. Да, или такой тоже подойдет. Итак, я обвожу и, конечно, я смотрю. Обратите внимание, мне нужно проверить, как у него, я вижу, есть прожилки. Прожилки! Прожилки есть, поэтому прожилки мы тоже будем рисовать. Прожилки такие, как ниточки. Как будто червячки такие, из центра в край уходят. Сильно так не давлю. И центр у нас тоже. Вот я, видите, центр у меня красненькое было, красное перешло в зеленое. Сейчас я сделаю поближе, вы посмотрите, как красиво получается, потому что я передаю все, все детали, как я вижу в оригинале. И чуть-чуть тонируем. Так, Никит, ближе. Да, Никит, если есть возможность потеплее карандаши взять, например, все-таки 130, то будет лучше цвет, он будет получше. Я его не мог найти. Нету 130, да? Сейчас, думаю, я нашел. Окей. И я тонирую очень аккуратненько, полностью, равномерно тонирую от центра к краю. От центра к краю. Обратите внимание, я тонирую в рамках листочка. Я сначала задала контур, а потом тонирую, да? Я не выхожу наружу. Ой, как молоко убежало. Попробуй, Никит, этот, попробуй и покажи, да? Попробуй, попробуй и покажи мне. Вот так. Да, Викуль, очень хорошо. Я перейду к следующему листочку. И давайте посмотрим у каждого, как получилось. И если у каждого получится, мы ускоримся. Да, Никит? Вот темно-зеленый хорошо видно. Продолжай, да, чтобы его лучше было видно. Так. И просто затонировала, ничего более. Обратите внимание, что когда мы тонируем, да? Вот у вас есть листочек. Мы когда тонируем, мы не тонируем каля-маля, да? Ой, как легло, так легло. Мы тонируем именно тонировочкой. Вот тон, посмотрите. Тон от слова тон, да? Равномерный тон, посмотрите. Равномерный тон. А не колючая каляшка-маляшка. Кто справился, обязательно покажите. Для того, чтобы я была уверена, что хорошо получилось. И мы смогли пойти дальше. Ну, я просто ускорюсь и все листочки так выполню. В такой технике. Контур и тон. Так, смотрим. Мечка поближе, 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 поближе. Поближе. Да, Мечка, очень хорошо. Мей, не забывай вот этот центр. Посмотри, вот тут вот, вот этого, да? Вот этого тоже надавить, а потом слабже. То есть у тебя идет красный, а потом темно-зеленый. То есть ты давишь вот здесь у основания посильнее. В остальном очень хорошо. Так, Мия принцип поняла. Давайте посмотрим. Аня, Лиза, Соня, Кейлани, Никита. Да, Аню, это очень хорошо, да. Так, вот. Ой, Келани уже раскрасила. Ближе, ближе Келани, покажешь мне? Поближе, поближе, еще ближе, ближе, ближе. Очень хорошо, да, контур, все, отлично. Не забудь, Келани, сделать прожилки, да. Прожилки это важная деталька, когда ты, ну, вот такие вот, смотри. То, главное, чтобы это было тонко. Тонко, тонко. И тогда твои листики будут еще более настоящими. Ой, как будто у меня камера зависла, да. Так, секундочку. Окей, все. Кто сделал, обязательно покажите. Тонко. так давайте смотрим киева не вот вот смотри уже детали вот это хорошо да отлично детали не забудь киева не обязательно вот центральную вот эту до проверь что-то беру листочка справа обязательно центральная должна быть немножко да очень хорошо очень хорошо и так я тогда ускоряюсь и давим а я тоже еще не закончил ничего я ускоряюсь но это не значит что вам нужно торопиться да это лишь значит что вы теперь поняли принцип как мы это делаем и вы сможете эти листочки полностью сделать самостоятельно если даже вы что-то не успеете главное чтобы выучили принцип да но если кто-то успеет сделать все листочки это хорошо но если не успеете ничего страшного не забывайте подкладывать бумажку то есть нет не надо растирать до растирает не должно быть растирания у киева не очень хорошие листья получилось очень вот так вот и сейчас я каждый листочек и мы посмотрим как в целом это будет выглядеть конечно обратите внимание листочек уходит в корень до обязательно уходит в корень красота получится ребят красота красотная очень красиво получится никит как у тебя получается все листочки покажешь если нужно точить и карандаш если вдруг давите посильнее если плохо след оставляет да никит тебе контур нужен поярче контур то есть контур не видно очень хорошо тонировка шикарная никит шикарная тонировка а контур не видно пропал обязательно показывайте мне я не могу вам дать совет если я не вижу что вы рисуете поэтому обязательно покажите мне промежуточный результат так подальше мне мне подальше сейчас секундочку секундочку даме очень хорошо мне обрати внимание что уходит листик в корень обязательно добавь детальку что он туда в корень уходит окей сонечка хорошо да сон тоже контур контур когда делаешь обрати внимание что он уходит вниз вот смотри вот тут вот контур уходит в основании корня прям вот так вот смотри вот так полосочками дай сюда чтобы было ощущение что листик крепится к корню обязательно вот у тебя пошел ходу�ed их в корень пошел конце-то или в корень добавьте ту деталь добрый кунтут огонь оси тонировать эти же цветом только сильно не давить просто тонировать как бы сильно не давить тонировка о хорошо это нас у аня очень хорошо не забудь прожилки внутри прожилки их практически не видно на прожилки есть до тоненько-тоненько из центра листа краю очень слушайте ну молодцы вы быстрее меня рисуете я поэтому завершать все листочки не буду мы сейчас перейдем к следующему я вы только один сделаю ничего в этом страшного нет мы можем завершить и потом главное что вы поймали принцип и прожилки вот никит и прожилки и контур прожилки отлично ты видишь какая разница сразу до контур появился и сразу очень красиво и так у меня три листочка готовы вы можете видеть что у меня готовы три я не буду все завершать потому что я знаю что некоторые из вас уже завершили не буду завершать некоторые из вас завершили нам нужно добавить цвет у нас есть светло-зелененький до светло-зелененький и мы добавляем свет прожилки прожилки их почти что не видно но прожилки тоже делаем светлым таким образом показываем канальчики по которым бежит сок его практически будет не видно этот желтый чуть-чуть совсем но таким образом мы показываем что есть там и светлые канальчики по которым течет сок ну если где-то у меня беленький остался я его тоже желтеньким не желтым и таким салатом и затону вот так примерно такая красотища получается очень хорошо и мы сейчас будем переходить к корню если вы не завершили не переживайте на этом как бы остановитесь я тоже не завершила видите ничего в этом страшного нет мы переходим к следующей задачи до следующая задача у нас корень красивый корень и так я беру песочный цвет посмотрите какой песочный до песочный корень песочный и темно-коричневый больше нам и не нужно и темно-коричневый песочный и темно-коричневый вот два цвета вот так они вместе выглядят песочные темно-коричневый ой да отличное попадание они прям цвет в цвет прям до лиза супер прям слушайте вы прям уже цвета чувствуете так отлично да амии вот этот песочный посветлее возьми второй хороший вот этот посветлей прям до келане отлично можно тоже посвятить ближе к желтому у тебя такой красноватый ближе к желтенькому но тоже хороший да так итак я беру темно-коричневый и делаю контур как обычно мы начинаем с тени у меня не очень коричневый темнее возьму ребят у меня в красный оттенок вот смотрите я посмотрела слишком красный никита то что у нас окей я хочу видеть только тот рисунок который у нас по теме хорошо он у тебя очень красивый очень красивый который по теме и так я рисую корень и все что у нас было в карандаше я темно-коричневым обвожу вот эти маленькие усики усики полосочки вот тут вот почему делаю полосочки сейчас поближе сделаю потому что оттуда растут у нас корешочки до стебелечки идут оттуда соединяю их с красными палочками которые мы рисовали посмотрите красные палочки у меня соединяются в корешочек в коричневый вот такой свет да да это песочный это тот который мы будем тонировать а коричневый темный должен быть да очень хороший некий цвет для 37 до 77 правильно все верно у меня тоже 77 и тогда до хорошего тебя другие номера потому что другая марка карандашей но ты цвет в цвет очень хорошо до 77 до у кого-то тоже марка карандашей 77 кого другие карандаши подбираем просто по цвету и так вот посмотрите коричневым цветом я сделала полоски красный красный стебель уходит в центр красный стебель уходит в центр полосочками 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 обратите внимание у одуванчик он идет полосочками так чтобы было и белые прожилки видно и просто записочили его записочили светлым цветом вот этот цвет да там и коричневый это 69 69 очень близко до 68 69 они близко друг другу и записочили его записочили оба на как красиво видели как красиво какой красивый корешок какой хороший корешок смотрите оригинал а смотрите как похоже да супер до кела не очень хорошо кела не обязательно обозначить какие-то тонкие да вот там такая прям тоненькая ниточка да темно-коричневым там темная к прям чтобы уходил посмотрел у тебя корешок тоньше 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 а потом прям аж в ниточку уходит да прям вот в ниточку и будет еще более по-настоящему да то есть он у тебя идет и потом истончается и тоньше и прям вот прям просто полосочку проводишь и будет супер реалистично потому что у корня когда он уже истончается в самом конце не прям как волосики выглядят да все правильно лигури и песочники тонируем да хорошо да никит никита брати внимание что волосики растут как бы сверху вниз не сейчас тебе покажу вот смотри идет корень они не так растут но они растут как бы сверху вниз чувствуешь разницу никит попробуй повторить вот так вот да смотрим смотрим лиза да очень хорошо отлично лизонька вот здесь корешок обведи темно-коричневым хотя бы с одной стороны вот здесь вот да чтобы он не просто песочный был очень хорошо да очень хорошо анечка анечка вот эти ниточки которые рисуешь посильнее надави особенно с основания корня где он выходит посильнее надави чтобы было больше похоже что он присоединен к корню ой очень хорошо да очень хорошо получается у сони сонечка вот тут тоже вот снизу посмотри вот тут вот можешь посильнее коричневым вот эту букву и сделать вот это чтобы как бы тень обозначить здесь вот тут вода посильнее и будет еще объем вот никита да никита обрати внимание некий давай вместе смотри красный стебелек никит смотри красный стебелек идет в коричневый посмотри я обвожу потом идет по контуру по контуру по контуру и потом в ниточку у тебя ниточка шикарная а вот здесь контура нет то есть у тебя из красного стебля полоска из красного стебля полоска очень в этом у кого так хорошо келанис вот супер очень хорошо да мия супер отлично очень хорошо меня тоже look at here красная полоска полоска потом из красной полоски И раз коричневая полоска, красная полоска коричневая, из красной в коричневую, из красной полоски в коричневую, из красной в коричневую, из красной в коричневую, а не из коричневой в красную, в обратный, вниз, да, идем? Из красной в коричневую, и тогда у тебя будет соединение очень хорошее, сочленение корня с листом. Слушайте, ну мы молодцы, нам осталось только одуваны и нарисовать насекомое. И нарисовать насекомое. Ой, шикарно, да, очень хорошо, супер, супер, Анечка, очень хорошо, очень хорошо. Викуля, умница, да, вот так вот продавай, прям сильно болеет. Итак, у нас есть одуванчик, я готовлю три желтых цвета, но не покажу вам каких. Давайте вы подготовите три оттенка желтого, ну, чтобы это было три оттенка желтого с большой разницей, да, темно-желтый, ну, это будет не совсем желтый, вы понимаете, да, просто желтый и светло-желтый. Я хочу посмотреть, насколько точно вы подберете, а я пока подберу без вас. Давайте потренируемся сами подбирать желтый. Итак, я подобрала, но не показываю вам три желтых, три желтых. Я подобрала, но вам не показываю. Они должны очень сильно отличаться друг от друга. Если они очень близко друг к другу, значит не очень отличаются. Проверьте себя. Должны достаточно сильно друг от друга отличаться. И кто готов, покажите мне. Темно-желтый может быть не желтым совсем, помните, да? Так, да, Келани, посмотри, у тебя два цвета практически одинаковые, видишь, значит мы утемняем, да. Итак, темно-желтый это уже оранжевый, да, темно-желтый это уже оранжевый, посмотрите, темно-желтый и оранжевый. Потом просто желтый, он такой ближе к оранжевому, светло-желтый совсем желтый. Потому что если мы хотим сделать желтый, нам нужно темный цвет, ну как бы, или он там уже ближе к зелененькому, или ближе к коричневому, но он должен быть какой-то прям темный. Да, Соня, у тебя вот эти два цвета практически одинаковые, видишь, у меня прям есть разница. Да, ну Никита всегда хорошо подбирал цвета, Никита отлично. Да, вот этот можешь какой-то более понасыщенней взять, он у тебя немножко блеклый, вот этот вот у Никиты. Лиза от Супер, да, Лиза Супер. Вот, Мия, отлично, сейчас очень ощущается разница, да, Келани давайте посмотрим. Вот, вот смотрите, Келани взяла даже чуть-чуть коричневенький таким оттенком, правильно, Супер. Это может быть чуть-чуть коричневый, чуть-чуть оранжевый, но главное, чтобы он показывал более темный оттенок, да, желтый к темный переходит. Итак, мы берем более оранжевый, более оранжевый, вот и Викуля подобрала, молодец, темный, светленький, светленький. Я начинаю с темно-оранжевого, с темно-оранжевого, да, и все, что у нас контур, да, да. Анюта, ты можешь взять прям еще потемнее оранжевый, потому что у тебя два желтых очень одинаковые, два светло-желтых одинаковые прям практически. Да, Викуль, какой вопрос? Темно-оранжевый, начинаем с темного цвета. Никит, хорошо, да, да, да. Викуль, упал? А, я поточу, начинаем все равно с оранжевого. Начинаем с оранжевого цвета. Обратите внимание, чтобы он оставлял оранжевый оттенок. Вот у меня он слишком светлый, я сейчас на потемнее выберу. Да, да, Анюта, начинай с оранжевого, потом желтый подберем. И буковки вот этот, квадратик. Помните, мы тренировали упражнения, сначала были треугольники, потом квадратики. Квадратик, квадратик. Я обвожу квадратики, не обязательно. И вот весь карандаш я обвожу, посмотрите, темно-оранжевым. У нас цветок не оранжевый, но тень должна быть оранжевая. Тень оранжевая. И везде, где есть карандаш, посильнее давим. Можно немножечко за края выходить, можно небрежно. Здесь молочко может убежать, потому что это одуванчик. Он такой колючо-пушистый, да, колючо-пушистый. Он не гладкий, как кастрюля. Это одуванчик такой, поэтому можно выходить за края. Здесь разрешено. Чем более неоднородная структура, тем более небрежно можно рисовать. И снизу, и в центре я добавляю оранжевый. Да, 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 да. И обязательно линию отрывайте. Полоска, полоска, полоска. Нету никаких гладких линий. А вот прерывистые линии, прерывистые. Видите разницу между гладкой линией и прерывистой? Все линии прерывистые, да. И в центре, смотрите, тук-тук-тук, набиваю вот так вот, набиваю из центра вверх. Из центра вверх набиваю тон. Из центра вверх, вот так вот, тук-тук-тук-тук-тук. Потому что одуванчик очень пушистый, помните, да? И точно так же снизу набиваю. Набиваю по краю оранжевых. Да, вот так вот. Можно давить чуть посильнее, чтобы у вас был он яркий. Ну, теперь я беру просто желтый, просто желтый, да, просто желтый. И опять набиваю из центра наружу. Из центра наружу. Набиваю из центра наружу. При этом, обратите внимание, когда я набиваю, я достаточно сильно давлю, чтобы каждую полосочку было видно. Не выходите за край, за край одуванчика не выходите. Не выходите. За край одуванчика не выходим, да, остаемся. Так, Никит, вижу оранжевый, не вижу, не вижу оранжевый. Очень хороший одуванчик, не вижу оранжевый. Теперь добавляем желтый. Мы можем выйти за краю одуванчика, но совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Вот, Мия, очень хорошо, Мия, прекрасно. И светло-желтый беру. Я думаю, это из-за компьютера, то я вижу оранжевый и желтый. Да, у тебя оранжевый и 74, проверь. Попробуй 74, чуть-чуть. Нет, у меня оранжевый и 75. 75? У меня такого нет. А у меня нету какой-то... Ну, может быть, этот этот тут и есть, а не близко. У тебя какой, Castle Arts? Да, Castle Watercolor. Не знаю, может уже просто израсходовали. Итак, у кого получилось, давайте посмотрим. О, как красиво, Вика, вау. Очень яркий, вот, очень яркий получился, да. Очень хорошо, Килани, замечательно, да. И вот просто светло-желтым можно прям вот так ярко затонировать, для того, чтобы он был, ну, только чтобы стрихов не было видно, затонировать, чтобы он был еще ярче. То есть, вы, идея в ромашке, то, что она горит желтым цветом. Вы когда-нибудь видели ромашку на поле? Она аж светится такая желтая, выколи глаз. Вот такая, ух, еж, ел, вот так ярко. Да, да, Никит, можно еще сильнее, прям, она такая у тебя немножко блеклая, хочется прям ярче. Давайте смотрим. Да, да, София очень хорошо. Соня, Соня просит, Соня очень хорошо. И точно так же здесь, посмотрите, у нас там головочка желтенькая. Да, Никит, вот так вот очень, вот у Вики прям светится. И посмотрите, вот здесь вот краешек я тоже делаю желтым, с оранжевым снизу и со светло-желтым. Низ оранжевый, вверх светло-желтый, посерединке желтый. Аж светится, вот это у кого-то красиво, это у нас у Анечки. Аня отлично светится, аж прям вот супер хорошая яркость, очень хорошая у Анечки. Посмотрите, вот у меня есть в оригинале, вот посмотрите, вы видите, какая яркая? Смотрите, вот это, вот это живое у меня, да? Посмотрите, какой он яркий, вы видите, да, какой яркий? Видно, какой сильно яркий? Вот так же надо оттенок подобрать. Смотрите, цвет в цвет, да? Угадали прям. Ой, прости. Да, Никит, прям хочется оранжевенького, прям вот чтобы он засветился, оранжевого хочется. Может чуть-чуть, ну оставь, но может быть действительно камера. Итак, мы очень хорошо справились, у нас осталось только вот этот цветок, и мы переходим к животному, который дружит с этим растением. Да, 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 Кейлане, прям ярко светится, супер. Итак, основание, откуда растет, слегка желтенькое, слегка, чуть-чуть слегка желтое. А зеленый для этого оттенок? Добавим обязательно, добавим, не переживай, добавим. И я беру, ну такой слегка фиолетовый, самый светло-фиолетовый, который есть. Если у вас есть белый предмет, сейчас, Анют, белый предмет, и вам нужно показать его цвет на белой бумаге, то вы берете фиолетовый, самый светло-фиолетовый. Вот такой. Почему? Потому что тень от белого всегда фиолетового цвета. Ну, практически всегда, да. Тень от белого предмета, фиолетовенькая голубая, Никит, светлей, самый светленький, такой светлый, вот у чиха, есть еще светленький. Такой между голубым и фиолетовым. У меня это номер 36, но в целом постарайтесь подобрать светлей. Да, Келани, мне очень нравится такой нежно-голубой слева. Это от тебя справа. Вот этот, да, очень хороший. Вот, у Ми, который посветлее, бери, да. Лизонька, ближе к фиолетовому попробуем. Лаванда? А, точно, лаванда, вот, Вику, правильно. А, я нашел. Да, лавандер, точно, тут еще название есть. Как лавандовый цвет, все правильно, лавандовый цвет. Итак, и этим лавандовым цветом мы накидываем вот так вот крестики, посмотрите. Сейчас я поближе сделаю, секундочку. Да, Викой, какой вопрос? Чего я тут написал софт? Это значит очень легкий, софт, легкий цвет очень написано. Это должен быть действительно очень легкий цвет. И, смотрите, я делаю крестики вот так вот, накидываю, то есть идея вот такая вот. Но я сильно не давлю, а вот так вот слегка-слегка, да, слегка-слегка по кругу, слегка-слегка. И накидываю по кругу в центр, сильно не углубляюсь. И точно так же на семяшечках вот этих вот, на семяшечках. Да? Ой, семяшечках мне, прости. Ну, ты как это делать? Да, Анют, какой вопрос? Пошли, раз я не сделала дубанчик. Тогда пропусти, ничего, да, делаешь, после уже не переживай, просто пропусти. Или можешь сейчас пока дорисовать дубанчик. Палочки делаешь, и вот такие легкие крестики, палочки, легкие крестики. Да, Никит, Никит, супер, супер. Можешь больше добавить вот этих крестиков по кругу, тогда он будет попушистее. Хотя то, что он у тебя такой наполовину уже опылился, да, это тоже в природе встречается. Итак, я сейчас дорисую правильно, Никита сказал, листочки, просто зелё... О, Вика, шикарно, очень хорошо. Очень хорошо. Просто листочки. Да, Никит, супер. Я дорисовываю просто зелёным, обозначаю, посмотрите. Там, где у нас листочки, также у нас это есть у второго цветочка. Просто зелёным дорисовываю, вот тут, где мы что-то не дорисовали. Также полоски, 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 как мы делали для карандаша. И тонирую. Лучше ничего не нужно. Полоски, полоски, полоски и тонирую. На этом мы сейчас... А, ещё один момент. Чёрным цветом нам нужно с вами добавить семяшечки. Чёрным цветом. Я беру просто чёрный. И чёрным цветом я делаю палочка. Семечка, палочка. Семечка, палочка. Семечка, палочка. Точечки, потому что тоже чёрным цветом. И несколько палочек тоже чёрненьким. Буквально две-три. Буквально две-три палочки. И мы готовы. Мы готовы сейчас рисовать. Да-да-да, чёрный просто чёрный. Мы сейчас с вами готовы рисовать друга. Семечка, 71. Какой? Да, может быть. Может быть. У меня 71. Но тут несколько чёрных, поэтому подойдёт. У меня тоже 71. А, супер, да. Мне показалось 51. Супер, отлично. Кто сделал, покажите. Даже если вы не сделали, на этом остановитесь. Потому что сейчас мы будем рисовать друга нашего одуванчика. Ой, хорошо. Это у нас кто? Это у нас Соня. Соня очень хорошо, да. Сонечка, можно прям вот этих вот голубых, ну таких вот нежных голубых, ближе к центру ещё набить. То есть ты их не обводи ровно по крестику, а вот как бы хаотично, как легло. Вот так чук-чук-чук-чук-чук-чук ближе к центру. Чтобы попушистее было. Ме шикарно. Ме очень хорошо. Ой, как хорошо, да. Лизонька, обрати внимание, что вот эта вот палочка, вот такая семечка внутри тоже чёрная, да? Да, Анечка, цвет хороший. Давайте келани посмотрим. Давно не видела. Хочу келани посмотреть. И мы сейчас перейдём к насекомому. У нас есть 15 минут, чтобы нарисовать насекомое. Супер, да. Келани, старайся сильно, вот когда делаешь вот эти штучки, сильно не давить, чтобы он был такой более нежный, да? То есть накидываешь так, тук-тук-тук-тук-тук-тук, так нежно, как будто бы, как будто гладишь небрежно. То есть не прям каждый крестик обводишь, а так более хаотично, тогда он будет пушистеньким. Итак, нам осталось нарисовать насекомое. И у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, какое насекомое дружит с этим растением? Какое насекомое? Да, Мия была первая, Мия подняла ручку. Леди-баг. Очень близко, очень, Аня тоже дружит. Еще более популярный, кто? Давайте вторая, Анечка у нас была. Аня была вторая. Ань, какое насекомое дружит с этим растением? Бабочка. Очень близко, молодец. Бабочка это второе насекомое, которое чаще. А самый номер один у нас Лиза была, Лиза, хорошо? Лизонька была. Стрикоза? Не совсем, не совсем. Потом Викуля была, Викульда. Пчела. Правильно, правильно. Самое распространенное насекомое, которое дружит с этим растением и его опыляет, это пчела. Стрикоза с лилиями дружит. Лилии, они на воде. Стрикоз ближе к воде живут. Бабочка тоже очень часто опыляет одуванчик. Но пчела самое популярное насекомое. Вот это номер один, кто его опыляет. Поэтому, так как живость ботаническая, нам нужно сюда нарисовать пчелу, показывая, что вот это часть экосистемы. Но так как мы его будем небольшим рисовать, вот здесь вот, небольшим, да, небольшим, я сейчас сильно приближу, сильно приближу. И чтобы вы видели примерно, найдите место, где у вас есть, вот у меня здесь рядом с одуванчиком. Да, Викуль? А мы будем рисовать лицо на пчелку на плавку? Да, если хочешь, можем нарисовать, конечно. Итак, мы берем карандашик, мы берем просто карандашик. Мы сейчас будем рисовать пчелку, будем сейчас рисовать пчелку. И вам важно повторить за мной, ну, примерно, что я рисую. Итак, я рисую головку, сначала посмотрите, потом круглое тело, то есть овал, яйцо, круг и сосиска. Еще раз, мы рисуем яйцо, круг и сосиска. Обратите внимание, какого размера пчела. Она меньше, чем цветок, да, вот такая, не очень большого размера, меньше, чем цветок. Но достаточно крупная, чтобы, ну, практически размером с цветок, да. Она не должна быть слонярой, то есть она не должна быть больше цветка. Она не должна быть меньше цветка, как комар. Прекрасная пропорция у кого это у нас? У Ани. Аня пропорция шикарная, только сильно не дави. Очень хорошие пропорции у Сони. Соня прекрасные пропорции, да, брюшко можно чуть-чуть покруглей такой, да, как сосисочка. Значит, Никита супер, обрати внимание, что брюшко у пчелы заостряется, в конце заостряется, да, остренько у Никиты. Лизонька, вот здесь спинку пошире, вот здесь Лизонька спинку пошире, вот тут вот, в остальное все хорошо. Да, заостряется у пчелы, мы жала, конечно, не видим, но если его тут вот потрогать, вот тут вот, тика-тика-тика-тик, бум, и в палец получишь. Поэтому там остро, очень остро вот здесь, вот тут очень остро внизу. Да, кого-нибудь пчела кусала? Ну-ка поднимите руки, пчела или оса кого-нибудь, поднимите, кто получал от пчелы или осы? Я получала, Викуля тоже, больше никто, вы, вам повезло. А мы вот с Викулей получали, тут в Колорадо много очень, и ос, и пчел. Итак, мы нарисовали голову, кружочек и тельце. Обратите внимание, у пчелы достаточно большой глаз, потому что ей нужно ловить и видеть цветы и пыльцу. Поэтому внутри достаточно большой глаз. Внутри достаточно большой глаз. Очень хорошо, да. Напомню, мы сильно не давим. Мы сильно не давим, чтобы всегда можно было стереть. Итак, да, Никита, все правильно, только сильно не дави. Ты все правильно делаешь, не дави сильно, иначе если нужно стереть, будет тяжело стирать. Помнишь, да? Итак, там, где у нее брюшко, вот здесь вот мы делаем дырочку. Из этого отверстия у нее растут крылышки. И сейчас мы будем рисовать ножку. Ну, давайте усики. Усики, я думаю, просто нарисовать, да? Усики просто. Усики. И мы давайте крылышко, крылышко нарисуем. Да, Викуль, какой вопрос? А почему они такие похожи, как у железной пчелы? Ну, наверное, железную рисовали с настоящей пчелы. Крылышки. Крылышки. С узорчиками. Крылышки. Что важно, это главное передать строение пчелы. То есть, если я говорю, что посередине туловища дырочка для крылышка, именно там вы рисуете дырышкой. Не рисуйте лапки, я вас прошу. Если вы сейчас нарисуете лапки, будет не пчела, а будет коровка. Потому что есть определенное строение в лапах, да? И я вам сейчас его покажу. Постарайтесь повторить ровно за мной, как я рисую. Дырочкой здесь крылышко. Умница, Викуль, да. Даже можно чуть подлиннее усики. Вот эта усика чуть-чуть ниже подлиннее. И сильно не давим. Давайте пока посмотрим, как у кого получилось. Давайте посмотрим, как у кого получилось. Ближе, ближе. Лизонька, отлично. Лиза, очень хорошо, да. О, как красиво. Соня, прекрасно. Мия, ближе. Не вижу. Мия, ко мне ближе, ближе. Пчелка маленькая. Ближе, ближе. Еще ближе, ближе. Да, Мия, хорошо. Мия, хорошо. Мия, обрати внимание на строение усиков, да? Усики в конце не имеют шарика. Это просто палочка согнута. Анечка, правильно, да. Супер. Смотрим. Кейлани. Да, Кейлани крылышко можно чуть-чуть поменьше. Поменьше размером. А усики чуть подлиннее в согнутом состоянии. Да, Никита, все правильно. Никит, крылышки тоже подлиннее чуть-чуть можно. И будет шикарно. Ты не стирай, просто продли как бы крылышко. У него все равно есть узор внутри крылышка. Итак, еще раз. Если вы нарисовали пчелу от себя, ну там, три ножки, голова и туловище, будет непонятно, что это пчела. Главное передать строение пчелы, да? Вот то, как я вам передаю. Итак, конечно, у пчелы полукругом есть кольца. Раз, два, три, четыре, пять. Пять колец. Пять темных колец. Вот раз, два, три, четыре и у брюшка пять. Вот я их прям тонирую. Это темные, это черные кольца. Давай, Кейлани. Не могу никак не... Нет, очень красивые, очень, очень хорошие кольца. То есть, мне бы сначала я пюре, в кольце, а потом... А потом... Ты понимаешь, что ты пюре, в кольце, а потом я пюре, в кольце. Вот эта кольца, вот эта половина. Вот, вот эта половина. Супер, это у нас у кого? Аня, да, отлично. Очень хорошая у Сони пчела. Замечательно, да. Главное строение передать. Да, Лиза, хорошо. Лиза, старайся, чтобы... Тут, может, чуть-чуть подправить, чтобы поострее попочка была. Да, Никита, хорошо, но мы не раскрашиваем. Да, Никит, мы пока не раскрашиваем. Мы хотя бы строение пчелы делаем. И сейчас ноги. Хей, класс, смотрим на меня. Внимание, потому что ноги у нее имеют определенное строение. Они, во-первых, растут, ну, вот тут вот под попкой. И посмотрите, какое ноги имеют строение. Сосиска. Сосиска. Краник. Ножка. И ножка. Вот такое строение. Еще раз. Сосиска. Сосиска. То есть буква Ви. Буква Ви. Крантик. И ножка. Именно такое строение имеет нога пчелы. Если вы нарисуете именно так, а не просто палочку, да, тогда это будет похоже на ножку пчелы. А если вы нарисуете палочку, то не будет похоже. Здесь тоже сосиска. Еще одна сосиска. И ножка. То есть я хочу сказать, что строение пчелы достаточно сложное. У нее так же, как у нас, есть коленки, да, есть локти. То есть у нее все в сгибе идет. Так, сейчас фокус. Оп. Так должно быть четче видно. Да, да, Никит. Вот эта ножка толстоватая. Сделай потоньше вот эту. А так все правильно. Да, очень хорошо. У Анечки получилась пчела, которая несет пыльцу. Потому что толстенько, ножки толстенькие. Можно потоньше. И третья ножка, третья ножка, опять сосиска, сосиска и ножка. Да. Да. Вот такой, в такой форме, да? Да, да, вот ты все правильно говоришь. Ты да, вот эта сосиска. Раз, сосиска, два, сосиска, три, и ножка. Супер, супер, смотрим. Мичка, не оставляй. Ой, вот, вот у Соня все правильно, только короче, да? Короче сделай, покороче, очень длинные. То есть все-таки ножки, строение ты правильно нарисовала? Чуть помельче. Келани ближе, келани ближе, 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 ближе. Ниже, 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 ниже. Очень хорошо, келани, отлично. Келани, крылышки чуть все-таки меньше, очень длинное крыло. Да, чуть срежь, и будет идеально. Она у тебя прям, знаешь, еще так свернулась, как будто сейчас готова, ну как сказать, как вертолет спуститься на цветок. Очень красивая позиция получилась у келани. Очень красиво. Как будто сейчас будет спускаться, готова спуститься, да. Похоже, очень похоже, посмотри, как у меня. Итак, у нас есть 5 минуточек, чтобы ее раскрасить. Для этого нам понадобится желтый и черный, и оранжевый. Оранжевый, черный и желтый. Желтым цветом мы раскрашиваем вот тут пыльцу. Ярко-ярко, посмотрите, вот эта задняя ножка имеет пыльцу. И между пузиком, вот тут пузико желтое, вокруг вот тут желтое, крылышки немножко желтые, вот так вот. Потом добавляем оранжевый, тоже в пузико добавляем оранжевый, потому что она ближе такая желтая к оранжевому. Вокруг, можно немножко в ножки, крылышко, и теперь черным просто обводим. Так, сейчас я потоньше сделаю черный, сделать и потоньше, потоньше. То есть сейчас она, посмотрите, похожа на одуванчик. Но мы сейчас тонко, аккуратно, не выходя за края, я добавлю глазик. Пузико, потому что пчела, она ближе к черному, чем к оранжевому. Но оранжевые элементы и желтые должны присутствовать, конечно, да. Вот эту желтую точку мы не закрашиваем черным. Пузико, посмотрите, острое, никакого ровного контура, да, никакого ровного. Вот так вот я неровно делаю, неровно, потому что пчелка пушистая. Вот так вот, чук-чук-чук-чук, вот таким вот, вот таким движением я ее раскрашиваю, да, посмотрите. Вот таким движением, потому что пчелка пушистая, кроме головы. Голову можно обвести, а вот это все пушистое. И точно так же можно крылышко обвести, потому что крылышко не пушистое. Голова и крылышко не пушистое, все остальное пушистое. Кила ниже, ниже, ниже. Ой, ну супер. Ты смотри, пчела прям вообще. Я бы все равно чуть-чуть покороче бы вот крылышко сделала, вот прям чуть-чуть, прям округлила бы, да. И вот, ну, ну просто как живая, просто как живая. Так. И очень важно на пчелку посмотреть сдалека. Я сейчас отдалю, и вы посмотрите, как сдалека. Ого, смотрите. Полетела, 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 красотка. Сейчас я брюшко чуть потемнее сделаю, потому что слишком желтая. Все-таки пчела, она больше, особенно вот центрально вот это брюшко, обратите внимание, ближе к черному, да. Ближе к черному. Так, Меечка дальше, не вижу. Вот так. Меечка дальше. Отлично, да, Лизонька, ножки черные, усики черные, не забывай. И сейчас мы у всех посмотрим сдалека. Ой, красиво, да, Сонечка, хорошо. Стой, вот это вот центральный кружок, он ближе к черному, то есть я его как тук-тук-тук вот так набила, да, ближе к черному. Ой, какая-то у кого у нас? Аня, супер-супер, отлично. Итак, давайте посмотрим, как получилось издалека. Обратите внимание, что вот пчела, да, вот она летит. У меня несколько листочков не дорисовано, но ничего в этом такого нет. Если у вас тоже не дорисовано, дорисуйте. А сейчас я хочу фотографии. Я хочу фото. Давайте поднимем ваши работы и сделаем фотографии. Поднимите ваши работы. Так, Никиточка, поднимай, будем сейчас фотографироваться. Сейчас, так, где там. Даже если вы не закончили, как я, поднимите, пожалуйста, работу, вы сможете закончить потом и держите ровненько. Так, Вику, Анечка, повыше. Да, очень хорошо. Вот так ровно, Викуль, держи. Ой, красиво, как. Раз, два, Аня, выше, выше, улыбаемся, два, Никита, мы тебя ждем, Никита, поднимай работу. Два с хвостиком, Никита, подальше, два с копеечкой, подальше, Никита, Никита, дальше, дальше, выше, дальше, выше, дальше. Улыбаемся, три. Есть, готово. Молодцы, молодцы. Что ж, вы справились очень хорошо. Кому нужно завершить листочки, как мне, завершайте. Если у кого-то есть домашнее задание, пожалуйста, я готова сейчас отметить. Если у кого-то нет, это optional. Смотрим. А, Анюта, ой, Анюта, очень хорошо. Посмотрите, как передаст корешком. Ну, ну, супер, супер, да. Это такие, как я видела, розовый, да, ты мне в горшке показывала. Анют, очень хорошо, очень хорошо. Анюта, бал, ставлю. Очень хорошо, очень хорошо. У кого-то еще есть домашнее задание? Да, Никит? Давай, Никита. Посмотрим. Ой-ка, о, вау. Это земляника? Земляника, да, и клубника, клубника. Да, очень. Переда, вот именно по листочку я узнала, что это я, что за ягода. Никита шикарно, супер, супер, очень хорошо, молодцы. Меня ближе, мне ближе, 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 еще ближе. И чуть вбок, чуть вбок. Да. Вижу листья, но не понимаю пока, какое растение. Да, листья вижу, покажи мне. Растения у тебя есть, как растения в оригинале выглядят? Значит, пока мечка там что-то подправляет, я хочу сказать, что на следующий урок мы готовим также карандаш и будет рисунок, потом уже будем краской работать. И на следующий урок домашнее задание нарисовать любое насекомое, которое как-то живет вот сопряжено с вашим растением. Это может быть бабочка, это может быть стрекоза, но какое-то, которое все-таки дружит с этим растением. Да, вот бабочка, скорее всего, дружит с растением у Анюты, с клубникой-земляникой, не знаю, может какие-то червячки дружат, не знаю, надо посмотреть в интернете, Никит, окей, и вот добавить именно это насекомое. Я, мне почему-то кажется, что божья коровка, но я могу ошибаться. Поэтому на следующий урок домашнее задание насекомое, исполнить в тех же деталях, как вы сделали, и вы помните, за домашнее задание вы получаете денежку. Но это общину, хотите делайте, хотите нет. И вы можете дать его в любой момент, то есть вы можете дорисовать на следующий урок одуванчик и можете дорисовать насекомое, сразу будет два. Что ж, спасибо большое за урок, я жду фотографии ваших картин, вы очень классно справились, и следующая работа будет такая мини-выпускная по рисунку, окей? Готовим карандаши. Пока-пока! Викуль, что случилось, расскажи. Ну, не знаю, у него красиво очень. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...